Вспоминаю студенческие занятия. Они, главное, еще стучатся все время в двери, заходят и извиняются. А я им говорю, не здоровайтесь, не извиняйтесь, проползайте ползком, чтобы не отвлекать меня, чтобы начать занятия. Ну ладно, все, начали. Короче, название этой каллиграфики, я не знаю, то ли я его придумал, то ли оно существовало. И вообще я так уже, кажется, долго живу, что очень много говорю, пишу, преподаю. И в голове у меня, конечно, уже запуталось, что я сам придумал, а что я потом читал. Я уже так что-то, то ли это стату, то ли это мое. Вот и здесь так же. Ну, я в свое время преподавал и в художественном училище, ну и занимался, конечно, сам все время всегда такими делами, которые связаны с буквами и с каллиграфией, то есть с чистописанием. Моя бабушка была, кстати говоря, учительница русского языка и научила меня писать в четыре года. Вот, у меня тетрадки сохранились, я не нашел, к сожалению, с этими, с прописями. И когда мы писали, может кто-то еще помнит, чернилки, то есть тогда было настоящее, то самое чистописание, та самая каллиграфия, когда по прописям выводили эти буквы, пером, с толщиной надо было, за это мы получали оценки. То есть это были настоящие уроки каллиграфии, по сути теперь это каллиграфия, потому что я когда смотрю на то, что происходит сегодня, то это, конечно, уже там люди вообще как бы и пишут-то странно. Но там так много уделялось внимания, как держать ручку, как держать карандаш, я не знаю, взрослые люди все это помнят. Я когда сейчас смотрю, как вот там в этих, в английских всяких мастер-классах держат, они же как-то вот так вот держат, как-то так вот, как угодно, да. Ну вот смотрите, да, конечно, это надо вот. Я проверяю, как я держу. Да, вот, а просто это вот так вот надо держать, да. Ну это та традиция, которая заложена, я не знаю, с Пушкиной, с этого самого, с гусиного пера. Да, кстати, я говорю, я тоже эти перья сам строгал, точил, делал и с голубей, и с гусей. Все это, все это пройденный этап в далеком-далеком детстве, да. Поэтому, когда я пытаюсь кого-то чему-то научить, я всегда теряюсь. Или чаще всего меня спрашивают, а вы учите там типа рисовать, писать, что-то делать. Я говорю, ну, вам надо вот с того времени начать, и вот эти 60 лет, да, этим заниматься. Вот тогда вы научитесь так, как я. А иначе я даже и не знаю, как я буду вас научить, потому что я рисую каждый день. Я, ну, ну, это, причем я, это не профессия у меня, это не хобби. Ну, вот, и родился, отец у меня был инженер-конструктором с чертежом, с чертежной доской. У меня готовальня, подаренная моему отцу, дедом, подписанная каким-то 32-м годом, да. Вот эта готовальня у меня лежит, и я вырос в этом во всем. Для меня это настолько естественно, что когда сегодня я вижу людей, которые меня спрашивают, а что вот это такое, меня это так удивляет, что, оказывается, люди могут не знать, что это расследор обычный, да, который мы чертили и в институте, и везде, а сейчас уже, в общем-то, и инструмент не знакомый. И хорошо это, и плохо. Но я сумел застать все. Я вот и эту классическую всю, каллиграфическую школу, можно сказать, застал. И с компьютером связано, поскольку мое первое образование, в общем-то, я в кибернетике занимался, а потом вот это ушел в архитектуру и вернулся снова к художеству, пройдя вот такую вот кругу. Поэтому, может быть, уж если говорить, я сейчас про себя немножко закончу. Из меня такой странный преподаватель, у меня, можно сказать, математический подход к искусству. Но это не нужно пугать. Поверить Алге и Брай гармонию – это не страшно, это естественно. Я это уже начал, в общем-то, вам рассказывать про каллиграфию, поскольку вы поймете, что точная математика, красивая вещь, красивая линия – это сопрягается с точной формулой. Корявость, то есть отсутствие каллиграфии. Каллиграфия – это красивая графика, красивое письмо. Очень многие путают с иероглифами, с вот этой вязью. Ну, в общем, да, и вязь, и все на свете, но красивое рисование. Ну, вот в чем смысл. А в чем эта красота, вот этот вот интереснейший вопрос, и как люди определяют, где красиво, где некрасиво, как самому делать красиво и понимать, что ты делаешь некрасиво, некрасиво. Ну, у меня как бы есть в этом отношении свой собственный опыт. Я… Вот многие говорят, что то, что я делаю – это красиво. Поэтому, когда я говорю, что надо делать так, так и так, ну, можно принимать за аксиолу. Хотя я всегда, когда преподаю, я вот с помощью своего первого образования всегда могу доказать любое композиционное устроение, любое понятие красоты. Вот если… Вот я застал архитектурную школу и знаю, как преподают, например, в художественном училище. И я вот разговаривал с преподавателем художественного училища, у них все на эмоциях и абсолютно бездоказательно. И доходило до того, что студенты ко мне прибегали после занятий по той же самой… Приходили ко мне и говорят, объясните, нам вот там вот преподаватель поставил лукер-морт, а мы не знаем, что делать. И он ничего не говорит. Да, вот потом, когда я его спрашиваю или их спрашиваю, я говорю, какая была задача? А они говорят, не знаю, сказать, вот рисовать, ну так, чуть-чуть так, чуть-чуть так, а мы не знаем. Он приходит и говорит, плохо, а мы не знаем как. Я спрашиваю преподавателя, я говорю, а вот какую задачу? Ну, говорит, надо образ, надо образ. Я говорю, а тогда объясни мне, что такое образ? Ну, это преподаватель, взрослый, заслуженный человек, мне начинает рассказывать, что образ – это когда вот так, это вот когда похоже, это вот когда вот… Это образно, это, говорит, образно. Я говорю, я не понимаю, вот как студенту объяснить, что такое образ? Он объяснить не может. Я говорю, хорошо. Он говорит, вот это плохая композиция. Ну, объясни мне, почему плохая? Ну, потому что плохая, но она неравновесная. Я говорю, не понимаю, что такое неравновесное. Ну, это когда вот здесь вот так, а здесь плохо, а здесь вот не очень плохо. Ну, короче, это когда невкусно. Вот у них всё образование идёт на таких вот… Я завидую беду, ой, в смысле, жалею их несчастных. Я могу любую свою эту доказывать почти математически, в том числе и линию, красоту линии. Она элементарно доказывается. Вот. И красота композиции, она вычисляется математически. Ну, может быть, сегодня… Да, кстати, я забыл сказать, что вообще мастер-класс, опять же, отличается от урока тем, что просто приходит мастер и работает молча. Да? Все сидят и смотрят. А вот сейчас уже у нас почти урок. Ну, всё равно надо же что-то сказать. Вот. И, в общем-то, я и хотел так пройти и начать делать. Ну, по ходу, можно объяснять. А урок – это когда люди приходят, и ты их уже учишь. Они берут сами, и ты берёшь на себя ответственность, что ты чему-то их научишь. В мастер-класс, в принципе, я никакой ответственности на себя не беру. Я просто делюсь и показываю. Ну, так вот, когда я рисую что-то, то я точно знаю до миллиметра, почему я проявил линию здесь, а не здесь. То есть я противник того, что люди говорят, что искусство – это необъяснимая вещь. Это и на эмоциях. Это так. Чёрт из глаз. Дело в том, что я ведь ещё архитектор по образованию. И первое, что я услышал, придя на первую лекцию, вообще, на первом курсе, на первую лекцию, когда нам профессор, академик ещё той довоенной академической школы, сравнимой с сегодняшней, сказал, что вот красота, что такое красота и так далее. Люди говорят, что это красиво. Он говорит, что дело в том, что вы профессионалы, вы архитекторы, художники, вы будете создавать красивое. Если вы не можете это объяснить, почему это красиво, то как вы можете создавать, если вы не можете объяснить. Вот это была Новосемирская архитектурная школа. Она построена на такой вот доказательстве. Когда я приехал в Иркутск, то я здесь столкнулся с другой школой, где сказали, что какой ты художник, если ты можешь это всё объяснить. Потому что искусство – оно необъяснимо. Я с этим не согласен. Я абсолютно уверен, что у человека есть и голова, ну что значит «уверенный»? Все уверены только. И голова, и чувство. Причём голова у него выше находится над всем. А голова – это всё-таки логика. Логика, мысли. И, конечно, всё, что мы делаем, вот философия наша и графика, к которой мы сейчас придём, она дуалистична, она двойственна. То есть мысль, логика и чувство. Необъяснимость. Чёткая логика и необъяснимость. И когда ты их соединяешь воедино, вот эти, казалось бы, несоединимые, поверяешь алгебры, гармония, музыку гармонии, эрухология уже и гармония, поверяешь, не поверяешь, поддерживаешь. Вот только тогда происходит вершина. Тогда происходит идеал. Поэтому нельзя от человека отнимать голову и делать из художника дурака в чувстве. Точно так же, как уже не художник, тот, кто как робот, как математик, вычисляет и абсолютно не работает со своими чувствами. Ну, это такая вот краткая преамбурь. Можно очень много говорить, потому что философия искусства, что очень важно. Ну, я посвящаю достаточно много времени, чтобы понять вообще, что такое красота и как её делать. Надо, в общем-то, с этими понятиями и разбираться. Ладно. Всё-таки я бы не хотел много говорить, потому что это всё бесконечно может быть. Вот то, что вы перед собой видите. Давайте больше конкретики. Это вот мои личные такие находки, упражнения. В данном случае речь шла о том, что я расскажу, что висит на этой выставке. Конечно, на этой выставке висит малая часть того, в общем-то, что я делаю. Вот та близкая к каллиграфии, но уже уходящая в область такой абстрактной графики, почти абстрактной. Вообще, слово «абстракция» очень многие пугаются, хотя на самом деле это и есть вершина искусства. Вот. Всякая подложка сюжетная под что-либо – это как костыли для слабого мозга, да? А настоящее искусство, оно, конечно, вне вот этой прямой-прямой логики такой, вернее, литературы. Вот когда там тебе всё расшифровано, да ещё название дано, то собственную картинку-то можно и не смотреть. Ту картинку, которую можно рассказать, собственно, можно не смотреть. Тогда в чём твоя роль художника? А она, наоборот, должна быть по максимуму, если в идеале, то линия, проведённая, да, или пятно поставленное, оно без названия, без сюжета, без всего должно быть в точку, что должно происходить. Вот очень хорошая аналогия с музыкой. Все почему-то не задумываются, что музыка – это самое абстрактное искусство. Ну, если без слов. Так, симфония и так далее, музыка, да? Ведь это, во-первых, условные абсолютно звуки. Они в природе не существуют. Во-вторых, они выстроены в очень условные какие-то композиционные построения, которые, собственно, сами по себе ничего не говорят. Но вот в музыке есть самые главные те законы, которые есть в любом искусстве, в том числе и изобразительные. А их не так много. Масштаб, ритм, тождество, нюанс и контраст. И ещё можно добавить, собственно, пять законов. Они везде. И вот если эти пять законов исполнимы, по ним построен весь космос, и по ним построена вся тематика. Я это могу нарисовать. Ну, опять же, я сейчас ухожу опять в формальную композицию. Но это вот в музыке всё построено на ритмической основе, да? В поэзии всё построено на ритмической основе, в танце, в любом деле. Ну, ритм – основа всего. Ритм – основа движения. Ритм заканчивается, всё. Вообще, художник, любой человек, который занимается фортистом, пишет его, рисует, сочиняет, танцует, создаёт что-то. Его задача – создавать гармонию. Поддерживать, по минимуму поддерживать, хотя бы поддерживать. А по максимуму, если хватает таланта, создавать самому. И не важно, что ты делаешь. Или линию проводишь какую-то, или жест делаешь, или слова соединяешь между собой, или звуки соединяешь. Но ты их можешь делать либо гармонично, то есть по законам гармонии, вот по тем пяти принципам, которые я назвал, либо ты это можешь делать дисгармонично, то есть хорярно, хаосно. И задача нашего человека – стремиться к гармонии, к космосу, вот к этому космическому совершенству. Кто-то Богом называет, кто-то ещё как-то называет. Вот есть совершенство, идеал. Недаром искусство называют всё-таки духовным таким. То есть там есть душа, то есть там есть идеал, там есть… Но этот идеал построят по законам математики. Каллиграфия, рисунок… Я не буду даже разделять каллиграфию, это вот… или просто рисунок. Короче говоря, линия и пятно, они обязательно должны быть построены по законам гармонии. И в них всегда есть все те принципы, о которых я сказал. Ну, я не знаю, может быть, я ещё всё-таки эту теорию немножечко с вами… Вот на компьютере… Ну, я не буду уже сейчас это много показывать… Очень… Если кто компьютер знает, там есть программа Corel с кривыми линиями. Мы ведь оперируем… Ну, в данном случае возвращаемся к графике. А что вы так неудобно сидите? Ну, сама крутись, крутись. Я уже говорил, что и в музыке, и в поэзе… Ну, собственно, не только во всех искусствах, но и в ремёсрах. И в любой деятельности человека… Вот идёт человек, он может идти красивым, может идти с поломанной патологической какой-то уже нарушенной походкой, например. Любой человек. То же самое в движении. Поэтому, ну, возвращаясь к изобразительному искусству и каллиграфии, да, мы должны понять главное, что вот та заложенная в тебе гармония, которая заложена в тебе с детства, потом, перешедшая через тебя, через твою руку, через твой жест на бумагу, вот это и будет каллиграфия. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь научить человека, который, там, требовал его с плохими, да, или который изгадил себе и людям всю жизнь, и он там злой, и просто по жизни корявый, о какой каллиграфии может быть с ним речь, да. Я когда… вот когда технически мы уже начинаем заниматься какими-то там упражнениями пеллиграфическими, вот то, что там делается по этим по прописям, это не самое, может быть, главное. По линеечке-то и дурак, может быть, по клеточкам-то рисовать правильные буквы. А основная эта гармония заложена не вот в этой вот сетке, которая, помните только себя, не в ней. Основная гармония заложена в самом человеке и в его механике. И поэтому, и здесь очень простые вещи, у нас всё собасштабно человеку, и архитектура, и буквы, и всё. И человек, когда вот он находится в каком-то… У него вот эти все движения, это большое движение, да, это маленькое. Меня спрашивают, как ты проводишь там на доске такой идеальный круг. Или здесь, да, вот круг. У нас тренулся на месте, сточек. Ну, или, да, сейчас мне проще. Их можно нарисовать много, или крупно, да. Почти идеальный, да. Вот второй. Да, это механика, это элементарно, это та самая математика, с которой я начинал. Потому что, ну, вот ты фиксируешь здесь руку и проводишь как цирк на дно. Так freue ст acaba. Вот потом ты… А! Потом ты фиксируешь здесь проводишь, потом ты фиксируешь здесь проводишь… Потом ты фиксируешь здесь и уже пальчками проводишь. Что происходит? Происходит та самая лекальная линия, которая начинается с большого движения и переходит в малое, да? на листке может быть это не совсем удобно хотя и каждому движению каждому делу есть свой масштаб тут снова мы о масштабе вспоминаем или я сидя рисую и тогда я включаю вот эти суставчики или руку включаю или я все-таки стою и рисую вот так но в любом случае вот эта механическая закономерность которая происходит в моем жести она и под если она по мне заложена правильно если она натренирована правильно если у меня нету действительно вот таких вот движений которые ломают все то у меня и получится мы ведь опять же теперь что такое красота и гормоны как отличить красивое от некрасивого ну я не очень люблю слово красивое потому что оно бездоказательное вот случайность хаос отсутствие системы точнее отсутствие системы случайность это движение к хаосу появление системы создание системы это создание гармонии это создание красоты все другого не дано в религии это четко поделено есть ад, есть рай есть бог, есть сатана Сатана всех нас зовет, условно говоря, в хаос, в разрух, в разрушение, в отсутствие. Бог – это Созидатель, он так и называется, Творец, Созидатель, Создатель. Противоположность ему – Сатана, который дьявол, разрушитель. То есть создавать – это значит создавать систему обязательно. Если система разрушается, если появляются какие-то фальшивые звуки, фальшивые движения, корявые движения, движение нарушается. Космос, природа движется по этой самой очень четкой гармонической системе. Поэтому творческий человек, я и говорю, что по сути дела мы же дети Божьи, и Бог нас вот создал и призвал, Он дал каждому призвание по образу и подобию Божьему быть Творцами, тоже Творцами. То есть эту гармонию поддерживать, эту гармонию самому, то, где она нарушена, восполнять. Вот с помощью правильных, так называемых, красивых линий, с помощью ритмичных, правильных звуков и движения в обратную сторону, когда я вижу, что очень многие явления в так называемом искусстве, они для меня сатанинские просто. Конечно, не надо в погоде за ведьмами и так далее, но это для меня условные понятия. Вот я Сын Божий, у меня было призвание с детства создавать красоту в том понимании, в каком я понимаю, и у меня нет расхождения ни с одной религией, и ни с математикой, и ни с атеизмом у меня расхождения нет. У нас всё очень чётко вложено в одну такую схему, что есть красиво. Так вот, что такое красивое, что такое красивое линия, что такое красивое пятно. Пришлось бы, наверное, ну, целый курс есть, да, формальные композиции, где точно, ну, там буквально по занятиям всё раскладывается. Сначала там линии, потом пятна, потом вводится цвет, потом световые пятна, потом, значит, и так далее, и так далее. Вот их взаимоотношения между собой, умение выстраивать эту систему линий и пятен, причём, обратите внимание, без того, что эти пятны и линии обозначают. Вот, собственно, я опять, я всё это вот примерно к этому подвожу, да, ведь линия может быть красивой и некрасивой вне зависимости от того, что она изображает. Вот это и есть абстрактное искусство. Я не знаю, мне вот сейчас очень трудно нарисовать некрасивую, негармоничную линию. Вот так вот я вот, как бы, я уже иногда пытаюсь, так, глаза закрываю, левую руку возьму, отвернусь, не пытаюсь, и делаю какие-то движения, такие вот, какие-то, да, вот источник, мне уже как-то так подвернуться. И вот тогда произойдёт какая-то вот непонятность, да и то, в общем-то, достаточно в некоторых местах уложенность этого. Но, тем не менее, вот я уже по этой вещи могу сказать, почему она не очень красивая. Вот здесь ещё, пока я проводил вот эти линии, они шли в одном ритме, и поэтому это вполне может существовать как основа для композиции. А вот здесь вот это движение, видите, оно инородное произошло, потому что вот здесь слон произошёл. Что такое красивая и некрасивая в данном случае линия? Это вот, ну, прямая, да, всё понятно, логика элементарная. Ну, все вот эти геометрические построения, они как бы красивые уже по определению, но они примитивные. А человек, он сложный, ему нужно симфонию создавать. Примитивных даже нет в природе, природа тоже сложная, симфоническая. Вот, линия, вот смотрите, вот если я беру линию, как-то так, 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 потом сюда пошла, потом сюда, потом сюда, 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 она бессистемная. В ней нет системы. Вот это отсутствует красоты для меня. И всё это. Что делают неумеющие люди, что делают недоучки, которые не владеют вот этой вот системой красоты, да? Они, чтобы сказать, что я тоже художник, я же тоже хочу, я же тоже Богу, я измени, он начинает эту линию наполнять каким-то смыслом. Понимаете? Сейчас я говорю, а что такое вот, в моём понимании, линия красивая? Вот, иначе говоря, вот эту картинку вы на стену не поместите. Она, она вас... А ведь, собственно, что нам нужно от изобразительного искусства вообще? Нам нужно, чтобы резонанс...